Очередной весенний день и в моих руках вы можете видеть инвентарь любого садовода-любителя в это время года и я не исключение. Я сегодня решил поменять немножко тематику повествования своих роликов о том и все о кроликах да и о кроликах. И сегодня мы будем говорить на новую тему для моего канала, о которой я давно хотел начать рассказывать, но все никак не мог этого сделать. О работах в саду. Субтитры создавал DimaTorzok Я приветствую, друзья мои. Когда я начинал снимать свои первые ролики, да и не только первые, и во всех роликах, я начинал их словами о том, что мы рассказываем о наших кроликах, но никогда не забывал добавлять слова и не только. Что бы это могло значить? Изначально я вообще планировал на своем канале отражать не только рассказ о кроликах, а вообще о жизни на селе. Планировал рассказать о своем саде, который у меня есть небольшой, а также хотел еще включить сюда повествование некоторые вопросы о свиноводстве. Но поскольку у меня в хозяйстве нет свиней, поэтому наглядного пособия нет и рассказывать о них, я думаю, пока что смысла нет. Возможно, я к этой тематике вернусь чуть позже. И в ближайшее время я выпущу несколько роликов, которые будут посвящены опять-таки кроликам и работах в саду. Как я вам уже сказал, в ближайшее время я планирую остановиться на двух вещах. Это все-таки рассказ о кроликах. И сегодня, в частности, мы поговорим с вами о побелке деревьев. Мы сегодня разберем такие вопросы. Когда нужно белить деревья, зачем их нужно белить и чем их нужно белить. Вот этот ролик мы как раз посвятим одним из первых работ в саду, которые мы делаем весной. И попробуем понять, какую цель мы преследуем и для чего мы это делаем. Итак, первый вопрос, который я сейчас хочу с вами разобрать. Это все-таки какая же основная цель побелки деревьев, которую мы с вами производим. В первую очередь, прежде чем начать разговаривать о цели побелки деревьев, нужно понять, что все-таки основная цель это защита коры дерева от солнечных ожогов, которые дерево может получить в поздние месяцы зимы, это во второй половине февраля и в первой половине марта, когда еще не стоял снег. Почему это происходит? Потому что, как правило, ствол у дерева имеет достаточно темный окрас и нагреваясь на солнце, плюс еще от белого снега отражаются солнечные лучи. И одна сторона ствола нагревается, а вторая сторона ствола остается холодной. И плюс еще большие перепады температур в дневное и в ночное время суток приводят к тому, что на коре образуются ожоги, так называемые трещины, в которые потом и попадают различные грибки и всякие паразиты, которые начинают паразитировать на коре дерево. Повторюсь еще раз, основная цель нашей побелки, которую мы производим, это защита ствола дерева от повреждения их солнечными ожогами. Но белить все деревья в саду не обязательно. В первую очередь белятся деревья, которые находятся в вашем саду второй, третий год и старше. Даже, наверное, все-таки с третьего года. Почему? Потому что на молодых деревьях кора еще молодая, эластичная, и она не так подвержена повреждениям, как на более взрослых деревьях. Также белить очень старые деревья, которые имеют достаточно грубую, шершавую кору, и их тоже нет смысла, потому что она уже не подвержена никаким повреждениям. А белить нужно примерно вот такие деревья, которые сидят в вашем саду уже три и более лет, и еще имеют достаточно такую, скажем, неодервеневшую кору, гладкую. Вот эта кора и может повреждаться солнечными ожогами. Итак, как я уже сказал, что все деревья в саду белить не обязательно. То есть молодые деревья, которые сидят в вашем саду, достаточно небольшой промежуток времени, именно вот вы можете видеть сейчас это деревце, это яблоня, я ее посадил в прошлом году, и белить ее сейчас пока еще смысла абсолютно никакого нет, потому что на ней еще мягкая эластичная кора, которая не сильно подвержена повреждениям. Вот когда дерево просидит уже два и более лет в вашем саду, тогда ее нужно обязательно будет белить. А сейчас в этом абсолютно никакого смысла нет. Итак, мы все с вами привыкли берить деревья ранней весной. Как только у нас позволяет погода, проходят заморозки, и мы сразу беремся за кисточку, делаем побелку, либо мы ее покупаем и начинаем белить наши деревья. В первую очередь, конечно, это эстетика, это красиво. Во вторую очередь, это защита нашего дерева, которое мы пытаемся улучшить. Но побелка весной, она имеет малоэффективную направленность. Если вы проштудируете интернет, посоветуетесь с опытными агрономами, вы поймете, что эту обработку лучше проводить поздней осенью. Почему? Во-первых, потому что мы защищаем все-таки нашу кору от солнечных ожогов. А ожоги деревья получают либо поздней зимой, либо ранней весной, когда мы еще не можем побелить деревья, ввиду того, что еще температура на улице отрицательная, и наша побелка будет замерзать и просто не будет защищать наше дерево. Итак, еще раз повторюсь, что оптимальные сроки для побелки деревьев – это поздняя осень. В этом случае вы на всю зиму защищаете свое дерево от получения им солнечных ожогов, которые наступают, как правило, в конце февраля, начале марта, когда мы еще в силу природных аномалий, таких как мороз, мы не можем просто физически защитить дерево, ввиду того, что наша побелка просто отвалится, а дерево не высохнет. Она физически не успеет высохнуть на дереве. Итак, а чем же нам белить с вами деревья? Традиционно для побелки деревьев мы с вами используем мел, гашеную визвесть, либо готовые составы, такие как я. Любая идея имеет право на жизнь, но, как говорят опытные садоводы, все-таки лучше дерево побелить в позднюю осенью, как я уже сказал, а чем вы его будете белить, особой роли не играет, потому что наша основная задача защитить ствол от повреждения. Этим мы можем добиться, просто обработав дерево в какой-то белый цвет. То есть это может быть либо известь, либо мел, либо готовый раствор. Для того, чтобы он долго держался, можно добавить различные туда, есть садовые прилипатели, можно добавить туда глину, то есть суть от этого не меняется, поэтому что вы будете применять у себя в саду, это на ваш выбор. Я применяю готовый состав, мне так удобнее, купил, побелил, и все готово. Если вы применяете известь, то известь нужно применять обязательно гашеную. Всегда применяйте гашеную известь для побелки своих деревьев. Да, и еще один небольшой совет. Перед тем, как белить свои деревья, обязательно смотрите ствол дерева на наличие повреждений и нахождение на нем различных мхов и лишайников. Если у вас где-то на стволе вы обнаружили мхи и лишайники, просто очистите их. Если у вас есть достаточно большое повреждение ствола, то возьмите садовый вар, замажьте его и приступайте к побелке. Да, друзья мои, еще небольшой лайфхак. Скажем так, если вы применяете жидкие растворы, в частности какие-то там разведенную известь, разведенный мел, то я рекомендую вам белить дерево сверху вниз. В этом случае у вас не будет потерь лишних вашего раствора, он будет равномерно стекать и вы будете размазывать его с кистью. Не забывайте об этом. Ну что, друзья мои, вот таким получился наш сегодняшний ролик. Этот ролик вообще никак не связан с кроликами, но тем не менее я решил его снять и рассказать о том, как я начинаю свою весну в своем саду. Если кто-то знает из вас, из моих зрителей больше того, что я сегодня рассказал, не сильно меня ругайте. Я рассказал о том, что я знаю и как я делаю, потому что кто-то есть эксперты, есть агрономы, которые скажут, что он делает все в корне неправильно и рассказывает всякую ерунду. Вы меня сильно не ругайте, а лучше напишите это в комментариях и мы с вами это обсудим. А на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайк и обязательно не забудьте подписаться на мой канал. Вы были на канале Романа Стрельникова. На сегодня это все. Всем пока!